В этом видео поговорим о том, как начинающим рекламодателям настроить перформанс-компанию для продвижения большого ассортимента товаров. А именно, какой тип рекламной кампании для этого больше всего подойдет, как сформировать товарные объявления, как настроить внешний вид объявлений, как подобрать целевую аудиторию и как выбрать наиболее подходящую цель для данного типа рекламной кампании. Для того, чтобы добавить новую кампанию, необходимо нажать на кнопку «Добавить» в левом верхнем углу и выбрать кампанию, либо воспользоваться любыми другими элементами интерфейса, например, кнопкой «Добавить кампанию» на вкладке «Кампании». После того, как вы нажмете на эту кнопку, у вас появится всплывающее окно, в котором будет предложено выбрать подходящий тип рекламной кампании, который вы хотите запустить. Здесь доступны три вкладки – «Мастер кампаний», «Режим эксперта» и «Рекламная подписка». Нам необходимо перейти на первую вкладку и выбрать «Товарная кампания». На следующем этапе вам будет предложено указать ссылку на продвигаемый сайт или же ссылку на страничку магазина на Marketplace. Для начала давайте я укажу ссылку на сайт и нажимаем «Далее». Здесь мы попадаем в меню создания товарной кампании и давайте подробнее разберемся, из чего она состоит. Верхнее поле – это название рекламной кампании. Вы можете поменять название кампании на более понятные вам. Рекомендуем указывать такие названия кампании, которые позволят вам понять, как настроены эти кампании и что в них содержится. В следующем блоке мы можем указать ссылку на продвигаемый сайт, но обратите внимание, что в случае замены ссылки, все настройки, которые вы сделаете чуть ниже, будут обнулены. Здесь же вы можете указать UTM-метки и прочие параметры URL в вашей ссылке для того, чтобы отслеживать источник трафика, если вы используете подобные параметры. Если же вы не используете собственные UTM-метки, ничего страшного, вы можете в дальнейшем все равно отслеживать эффективность данной кампании через Яндекс.Метрику с помощью автоматической разметки объявлений. Перейдем к блоку «Объявления для товаров». Здесь нам будет предложено указать, каким именно образом мы хотим сформировать список товаров, которые в дальнейшем будем продвигать. В данном типе рекламных кампаний доступны четыре способа добавления товаров. И первый из них – это товары, найденные на сайте. На этапе создания кампании мы указывали ссылку на сайт, и в этот момент алгоритмы Яндекса нашли все товары, размещенные на нем. Вы можете взять под контроль процесс управления товарами путем добавления фида либо по ссылке, либо используя загрузку файла. Если же у вас нет заранее заготовленного фида, вы можете выбрать опцию «Ручное управление товарами» и в этом случае перечислить все товары, которые хотите продвигать, указав ссылку на товар, название товара, описание, добавив его изображение, а также заполнив все остальные поля. Данную процедуру необходимо будет повторить в отношении каждого товара. Наиболее эффективный способ добавления товаров – это ссылка на фид. Однако, если у вас нет под рукой фида, вы всегда можете либо попробовать создать товары, найденные на сайте, с помощью соответствующей опции, либо перечислить несколько из товаров вручную. При добавлении заранее заготовленного фида, а также при выборе товаров, найденных на сайте, вам будут доступны настройки фильтров, где вы сможете использовать условия по названию товара, ссылки на товар, а также ценовому диапазону. Следующий блок – это объявления для страниц каталога. Данные объявления будут создаваться не в отношении каждой отдельной товарной позиции, а в отношении целой категории товаров, которые размещены на сайте. Это более удобный способ продвижения товаров по более широким запросам, когда непонятно, какой именно товар может заинтересовать пользователя. Следующий формат объявления – это объявления непосредственно про ваш магазин, и они заполняются уже вручную. В объявлениях про магазин вы можете указать до пяти вариантов заголовков, и обратите внимание, что когда я создавал данную кампанию и указывал этот сайт в качестве посадочной страницы, алгоритмы Яндекса поняли, что размещается на этом сайте, и предложили несколько своих вариантов. При желании вы можете отредактировать те варианты, которые вам не подходят, или удалить их. При добавлении новых вариантов или редактировании уже имеющихся, помните о том, что максимальная длина заголовка должна составлять не более пятидесяти шести символов. Аналогичным образом вы можете скорректировать и варианты текстов объявлений, которые доступны в количестве до трех штук. При этом обратите внимание, что максимальное количество символов в тексте объявлений не более 81 символа с учетом знаков припинаний. Следом мы можем добавить варианты изображения, которые будут показываться в рекламной сети. И на выбор доступны две опции. Мы можем загрузить свое собственное изображение, либо выбрать среди тех, которые были найдены на сайте. Помимо изображений мы также можем загрузить до двух видео. В товарной кампании действует комбинаторика объявлений, а это значит, что ваши заголовки, тексты, картинки и видео перемножаются, и вы получаете максимальное количество вариантов объявлений. Также в этот формат объявлений можно добавить так называемые быстрые ссылки, которые позволят пользователям уходить не только на основную страницу, указанную ранее, когда мы заводили эту кампанию, но и на дополнительный раздел сайта. Каждая быстрая ссылка состоит из трех элементов. Это непосредственно сама ссылка на ту или иную страницу, ее заголовок и ее описание. Допустимый лимит символов в заголовке быстрой ссылки составляет 30 символов, а в описании 60. При желании вы можете отредактировать быстрые ссылки, предложенные алгоритмом, удалить лишние и добавить собственные. Порядок отображения быстрых ссылок имеет значение, поскольку чаще всего показываются первые четыре быстрые ссылки. Если вы хотите показывать чаще определенные быстрые ссылки, вы можете перетащить их как можно выше. Если ваша организация зарегистрирована в Яндекс.Бизнесе, вы можете показывать контактную информацию, указанную там, в ваших объявлениях. И, наконец, вы можете автоматически формировать описание для передачи в единый реестр интернет-рекламы, что требуется согласно закону о рекламе. Обратите внимание, что все это время справа у нас находилась панель предпросмотра наших объявлений, где мы можем посмотреть, как будут отображаться те или иные варианты объявлений в рекламной сети Яндекса, а также на поиски. В следующем блоке нам будет предложено определить аудиторию, которой мы будем показывать наши объявления про магазин. Здесь нам доступен регион показов, который мы можем выбрать, в каких странах, регионах и городах мы хотели бы показывать нашу рекламу. Следом, мы можем задать время показа объявлений. По умолчанию мы показываем рекламу круглосуточно, но также нам доступен вариант по будням с 8 до 20 часов, или же мы можем настроить интервалы вручную. Например, я хочу показывать свою рекламу с понедельника по четверг с 10 утра до 6 вечера, а по пятницам с 11 утра до 4 часов дня. Кроме того, мы можем настроить расписание показов в праздничные дни. По умолчанию мы показываем рекламу по расписанию соответствующего дня недели. Если праздничный день приходится на понедельник, вторник, среду и четверг, то мы показываем рекламу с 10 до 18. Если на пятницу, то с 11 до 16. Если на субботу и воскресенье, то не показываем. Праздничные дни определяются в соответствии с производственным календарем. Кроме того, мы можем настроить отдельное расписание показов непосредственно для праздничных дней. Например, в праздничные дни я хочу показывать рекламу с 12 часов дня до 3 часов. Или не показывать вовсе. Задавайте то расписание показов, которое соответствует активности вашей целевой аудитории. Если она ищет ваши товары днем, ночью, в будни или выходные, вы должны охватывать эти временные промежутки для того, чтобы не упустить своих потенциальных клиентов. Далее мы можем подобрать подходящую аудиторию для показа ваших объявлений про ваш магазин либо автоматически, либо вручную. При ручной настройке нам доступна возможность указать тематические или же ключевые фразы. И среди всплывающих подсказок я выберу для примера несколько ключевых фраз. Перечисляйте те тематические слова, которые соответствуют потенциальным поисковым запросам вашей целевой аудитории, то есть тем запросам, которые могут использовать для поиска ваших товаров. Чуть ниже нам доступна опция добавления минус-слов и минус-фраз, то есть здесь мы можем указать те слова и фразы, при упоминании которых в поисковых запросах мы не хотим показывать наше объявление. Например, бесплатно или недорого. В следующем блоке нам необходимо выбрать те счетчики Яндекс.Метрики, которые установлены на продвигаемом сайте и которые будут собирать статистику. У меня здесь уже автоматически подтянулся тот счетчик, который сейчас стоит на сайте. После того, как вы выберете счетчик Яндекс.Метрики, переходим к блоку с целевыми действиями, где нам нужно будет указать, какую цель мы преследуем в рамках данной рекламной кампании. Все цели этого блока можно разделить на четыре категории. Заказ на сайте, звонок, оффлайн действия и другие действия. Как правило, для интернет-магазинов и продавцов маркетплейсов наиболее важной целью является e-commerce покупка, которая будет доступна в результате настройки электронной коммерции. Сейчас она у меня здесь выбрана по умолчанию. В рамках этой цели мы можем выбрать, на какие показатели нам необходимо ориентироваться. Давайте для начала выберем вариант в среднем. В поле рядом нам необходимо указать среднее значение стоимости конверсии, которое мы готовы платить при каждом достижении цели e-commerce покупка. Для примера я укажу 100 рублей, но вам необходимо указывать то значение, которое соответствует вашей юнит-экономике. Альтернативный вариант – доля от дохода, которая доступна только в том случае, если ваш логин в метрике и логин в директе совпадают. И в этом случае вы можете указывать процент от вашего дохода, который вы готовы платить за каждое достижение цели. Для примера я укажу 10%. Вам же нужно указывать то значение, которое по-прежнему соответствует вашей юнит-экономике. Здесь же мы можем добавить другие цели, которые могут отражать ситуацию заказа на сайте. Например, оформление заказа составная. Если у вас есть сомнения по поводу значения, которые вы используете в поле средней цены конверсии или доли рекламных расходов, вы можете воспользоваться калькулятором, нажав на троеточие и выбрав опцию «Рассчитать цену». Указав средний размер чека, среднюю себестоимость заказа, процент выкупа НДС и сколько может быть потрачено процентов от маржи, вы можете просчитать то оптимальное значение, которое следует указывать в соответствующем поле. При желании мы можем добавить цели и в других разделах, например, в оффлайн-действиях, в случае, если мы отслеживаем статус взаимодействия с клиентом и передаем информацию только о целевых действиях, а не о всех заказах, произошедших на сайте. Цели, которые мы не хотим использовать для оптимизации рекламной кампании, можно удалить. В следующем блоке мы с вами указываем недельный бюджет. Это сумма, которая будет тратиться в рамках календарной недели. Данная сумма не должна быть меньше значения, которое равно стоимости вашей конверсии, умноженной на 10. Убедитесь в том, что вашего недельного бюджета достаточно для получения 10 конверсий по той средней стоимости, которую вы указали ранее. Управление ставками в товарной кампании происходит исключительно автоматически. И если алгоритму будет недостаточно данных по конверсиям, то он просто не сможет корректно выставлять ставки. И еще одна опция, которая доступна в блоке бюджета, это выбор модели оплаты. Сейчас у меня выбрана модель оплаты за клетки, то есть я плачу за каждый клик, совершенный по моим объявлениям. При этом стратегия пытается выставить ставки таким образом, чтобы я в среднем получал конверсии оформления заказа, составная в размере 100 рублей, или платил 10% от доли моего дохода при совершении цели e-commerce покупка. Однако, если я выберу модель оплаты за целевые действия, то данные значения станут не средними, а фиксированными. Я буду платить только тогда, когда будут совершаться эти целевые действия и ровно те значения, которые там указаны. Последний блок настроек – это автоматическое применение рекомендаций, при котором алгоритмы директа будут самостоятельно управлять настройками данной рекламной кампании. Если вы хотите управлять вручную, рекомендуется его отключить. Далее все, что нам остается, это создать кампанию, пополнить бюджет аккаунта и дождаться, когда объявления пройдут модерацию, чтобы они начали свои показы. Или же мы можем сохранить данную кампанию как черновик, не запуская ее, для того, чтобы чуть позже вернуться к настройкам этой кампании, скорректировать их и только после этого произвести запуск рекламы. Сегодня мы с вами узнали, что товарные объявления в товарной кампании можно создавать несколькими путями. Во-первых, можно перечислить товары вручную с помощью ручного фида. Во-вторых, фиды можно грузить, если вы заранее их подготовили, либо в виде файла, либо по ссылке. Ну и наконец, товарные объявления могут быть сформированы на основе контента того интернет-магазина, который вы указали и который вы продвигаете, или же страницы магазина на маркетплейсе. Среди настроек, которые могли бы ограничить охват данной кампании, вам будут доступны выбор региона показов, расписание показов, а также ключевые фразы. И в конце вы должны выбрать, по какой цели должна оптимизироваться данная рекламная кампания. Здесь, конечно, доступно несколько целей. Это могут быть и звонки, заказы, оффлайн-конверсии и другие цели. Но в первую очередь, конечно, здесь было бы неплохо использовать именно онлайн-покупки, то есть заказы, которые вы получаете в результате настроенной электронной коммерции, а также оффлайн-конверсии. После настройки рекламной кампании вы можете сохранить ее, пополнить счет и запустить, или же сначала сохранить как черновик, вернуться в дальнейшем к настройкам для того, чтобы поправить их и уже после этого стартовать кампанию. Редактор субтитров А.Семкин